Всем привет! Добро пожаловать на 11 занятие школы Роблокс 2020. Сегодня мы расскажем про то, как удалять ненужные вещи в вашем плейсе, ненужные детальки, каких-то NPC и так далее. И поэтому мы изучим сейчас функцию delay и отдельно изучим службу debris, переводится на русский как осколки. Давайте сначала посмотрим на скрипт, потом сразу запустим. У меня есть зеленая и пурпурная кнопка. На зеленую кнопку смотрим, что я получаю. Я получаю в переменную круг ссылку на этот круг, где у нас dodge. Получаю ширину круга по оси z, чтобы все время не печатать. Получаю случайные координаты x, y, z, где у меня должна появиться деталь. Создаю новую деталь. Вы умеете создавать из инстанса. Берем случайный цвет детали, размер 1, 1, 1 и размещаем по случайной позиции на нашем воркспейсе x, y, z. Как мы получаем эти x, y, z? Мы берем координату x нашего кружка, вычитаем половину ширины и добавляем случайное число от нуля до ширины нашего круга. Это нужно для того, чтобы у нас деталь примерно вот в таком квадрате вокруг... Ну, мы по координате x сейчас говорим. Примерно вот отсюда до сюда нам выдавалось значение позиции. Если я эту деталь перемещу куда-нибудь сюда, то, соответственно, я же беру ее позицию, соответственно, детали будут падать именно на это место. Удобно, я считаю. Ну, это во многих уроках объяснено. Надеюсь, вы понимаете. z-координата точно так же получается. Если не знаете, как работают случайные числа, посмотрите мой урок про рэндом. Случайные числа в Роблоксе и в Лу. Очень подробно с картинками я объясню. Координата y. Ну, нам нужно, чтобы деталька появлялась где-то с неба, падала. Поэтому здесь я передаю два... Задаю два параметра функции math random. От 50 до 70. И вот любое число может появиться от 50 до 70. Отлично. И потом у нас, соответственно, падает. Потому что мы на якорь не закрепляем, на anchor. Давайте запустим и посмотрим. Чем отличается зеленая кнопка от пурпурной? Так. Нажимаем зеленую и детали начали падать. Примерно где-то на наш клуб. И они отскакивают и потом катятся куда-то. И все больше и больше, и они исчезают. Окей. Давайте будем нажимать на пурпурную кнопку. Здесь падают только синие детальки. Чтобы легче было следить. И давайте вот я пощелка-пощелка отпускаю. И теперь следите за деталями. Они начинают исчезать. Видите, детали из зеленой кнопки остались. Никуда не делись. А от синие исчезли. Сразу говорю, в чем проблема огромного количества деталей на игровом поле. Чем больше деталей, особенно если они двигаются, то все эти координаты движения, все эти позиции, и скорости, и так далее, их цвет, их направления, все нужно передавать каждому из игроков. Игроков может быть несколько тысяч в вашей игре. И соответственно, очень большое количество данных будет передаваться через интернет. Будут видимые лаги. Поэтому во многих играх ненужные осколки удаляют. Вот как сейчас по зеленой кнопке я делаю. Попрыгали эти кубики. Они могут взорваться потом, если вы хотите поменять цвет. Или это могут быть монетки, что вы можете успеть добежать, взять монетку, получить какое-то количество очков. Не успели, она исчезла и появилась в другом месте. Все здорово. Давайте посмотрим, чем отличается кнопка. Скрипт зеленой кнопки. Вот просто создание детали. По клику мышки, на клик детектор, на маус клик события, я присоединяю функцию DropPart. Ну и смотрим теперь на пурпурную. Все то же самое, совершенно то же самое. Только вот лишнюю функцию я создал. И потом вызываю эту функцию удали. По названию функции, наверное, все догадались, что удали. Функция должна удалить нашу деталь. В этой функции я сделал два параметра. Деталь, которую нужно удалить, мы ее передаем в параметре. Вот здесь парт. И количество секунд. Через сколько секунд эта деталь должна удалиться. Ну видите, я вызываю эту функцию удали всего с одним параметром. Я могу, конечно, написать один. Тогда будет через одну секунду. Но если я забыл этот параметр написать, или ничего не написал, то у меня вот такая хитрость здесь. Вместо просто использования имени переменной или имени параметра, я пишу or и какое-то значение по умолчанию. По-английски это переводится или. Наш язык луа смотрит, если здесь ничего нет, если такой переменной нет или нам ничего не передали. Он говорит, ну раз ничего нет, видит или и подставляет вместо этого нет значение по умолчанию. Очень удобно. Итак, все объяснил. Нам встретилась функция, которая встроена не в язык луа, а встроена только в роблокс. Эта функция очень полезная. Она принимает два параметра. В первом параметре мы передаем количество секунд, сколько ждать. А во втором параметре ссылка на нашу функцию. Ну или вот здесь безымянную функцию можно. Либо имя функции, без скобка-скобка, которая должна быть описана. Либо вот здесь безымянную функцию. Безымянную функцию здесь удобно задавать, потому что в нее, внутри этой безымянной функции, я буду видеть ссылку на ту деталь, которую хочу удалить. Которую мы вот здесь передали, видите? Удали. То внутри этой функции безымянной тоже значение у этой детали. Так, ну что такое destroy? Destroy вы знаете из других уроков или сами уже раскопали. Помните, мы клонировали детали с помощью клона, создавали еще одну деталь. И можно точно так аналогичный метод, только уже для уничтожения детали. Можно ее удалить с игрового стола. Если я напишу круг, путь game, workspace, точка круг, двоеточие, destroy, то вот этот круг исчезнет. Это все очень хорошо. Так, ну в чем особенность вот этой дилей? У нас же есть функция wait. Дело в том, что когда наш скрипт доходит до функции wait, он останавливается и ждет нужное количество секунд. И только после этого следующие строчки начинают выполняться. А функция delay не такая. Она заносит название нашей функции. Ну это я вам так упрощенно по-русски говорю. Она запоминает. Так, вот эту функцию запустить через сколько-то секунд. Сколько мы указали? Например, через 5. И сразу же, это мгновенно происходит. И сразу же начинается выполнение следующей строчки. Так что у вас скрипт не застревает и не ждет как wait. А просто куда-то в отдельный список, в отдельную табличку записываются. Через сколько секунд вызвать такую-то функцию. Это очень удобно. Так, ну можно несколько раз такую штуку вызвать. Например, вот так сделать. Здесь я напишу. Через одну секунду у детальки. Давайте мы не будем ее удалять через одну секунду. Давайте мы через одну секунду у нее поменяем цвет. Так, вот brick color. Они у нас были все синие, а я сделаю так, чтобы через одну секунду они все были случайного цвета. Так, ну и давайте запу... Так, правильно. Brick color. А, нет, здесь тоже нужно слово function. Я зря удавил. В результате простой урок. Я вам рассказываю всякие фишечки. Он чуть-чуть сложнее становится. Но это и неплохо. Так, function. Подчеркивает, что у меня нет такой перемены. У меня есть PRT. Мы деталь сюда передаем. PRT. PRT brick color. Отлично. Итак, у нас... Когда мы пишем удоли, у нас в расписание сразу заносятся две функции. Дилей нам это помогает. Так, через одну секунду сделай вот это. И так. Через пять секунд сделай вот это. Кстати, ребята, а если мы здесь напишем не пять, а, например, десять. Давайте сделаем. Как у нас будет работать наш скрипт. Сейчас срочно буду нажимать на фиолетовую кнопку. Нажимаю, нажимаю. Так, смотрим. Падают синие. Видно. И через одну секунду они становятся случайного цвета. И теперь ждем десять секунд. Начнет ли что-то исчезать. Вот уже, наверное, должны начать... Вот. Уже они пошли исчезать. Все работает. В окошке output никаких ошибок нет. Как же... Почему десять секунд у нас ждало? Ждало. Дело в том, что я вторым параметром нашей функции у доли передаю секунды. У нас вот в этом условии, перед тем, как взять... Ну, берет значение, наш язык ло смотрит, а там не пустота. Там уже есть десятка. Тогда вот этот кусочек кода отбрасывается. Десятка уже есть. Будем использовать десятку. А дальше просто используется уже наша функция. Ок. Так. Сохранились. И давайте теперь с функцией delay вы, наверное, разобрались. Можно использовать delay вместо функции wait более красивым способом. Меньше будет скрипт тормозить. Придумайте и напишите в комментариях, пожалуйста, где можно еще использовать delay. И почему лучше использовать delay, а не функцию wait. И давайте теперь, как профи... Ну, профи любят меньше набирать текста. Давайте переношу зеленую кнопку. Все то же самое сделаем. Удаление наших деталей. Но с помощью службы Debris. Осколки. Давайте. Помните, да, что по зеленой кнопке у нас эти детальки не исчезали. Осколки. И в эти осколки мы службу получим. Помните, как служба получать gain? Двоеточие. Get service. Service. И здесь уже в кавычках обязательно Debris. Debris осколки. Ок. Теперь мы к этой службе можем обращаться вот по этому имени. Просто добавляем одну строчку. Добавляем. Так. Я единственное не помню. Так. А, ну да. Здесь метод должен быть. Функция. Добавить вещь. Добавить наш осколок в табличку на удаление. Наш осколок это наша деталька. Так. Парт. И через сколько секунд? Например, через 5 секунд, чтобы деталька наша удалилась. Давайте запустим. Надеюсь, я правильно запомнил, что в начале деталь указываем. А потом указываем количество секунд. Создаем наши зеленые детали. И они через 5 секунд тоже должны начать исчезать. Да, все отлично. Все исчезает. Все работает. И сравните наш скрипт. Для пурпурного. Для зеленого. Какой короткий. И всего мы добавили 2 строчки. Еще я вам расскажу. И пурпурный. Он большой. Но тем не менее. Как бы вот эти Debris не были удобные. Но вы заметили, что с помощью функции Delay я могу делать не только удаление. Я могу вызывать любые функции. Можно было сделать, чтобы наша деталька разбухла. Можно создать инстанс взрыва, чтобы взрывная волна всех разнесла. Просто в клочья и так далее. Дальше здесь я, конечно, это дурной код. Так делать не надо. Что вы на одну деталь. Точнее можно делать. Ладно, можно делать. Но вы даете 2 задания. Что подожди 1 сделай что-то. Подожди сколько-то указано секунд сделай что-то. Можно было обойтись одной функцией. Внутри вы могли использовать тот же Wait. Например. Если вы хотели. Ну как-то это мне не нравится. Но тем не менее. Для удаления осколков, ошметков и всяких ненужных вещей. Лучше пользоваться службой Debris. Почему? Она работает чуточку быстрее. Дело в том, что когда Roblox запускает ваш скрипт. Он же не знает, что вы в вашем скрипте делаете. Вот реально. Он не знает. Он просто тупо выполняет строчку за строчкой. А здесь у нас специально программисты Roblox сделали, причем не на языке Lua, а на языке C, очень быстро, сделали специальную службу сервис. Которая одна. Одна на весь ваш плейс. Из каких бы вы скриптов не вызывали эту службу Debris, она обращается к одной и той же. Написанной очень быстро. Которая работает быстро и не тормозит сервер. В общем, можете в интернете посмотреть, много тестов провели игроки, ну и создатели игр. Вот эта штука, в принципе, работает чуточку быстрее. Но сами разработчики про это молчат. Что вот сейчас мы быстрее, что быстрее, то или это. Сейчас наши тесты нам нисколько не показали, что что-то хуже, что-то лучше. Но тем не менее, мне очень нравится, когда не надо писать много кода. Когда мы добавили всего две строчки. Кстати, для чего можно Debris использовать? Для каких игр? Вот я вам уже сказал монетки и каких-то кусочков исчезновения. Для чего можно использовать еще функцию, не функцию, службу Debris. Ну, на этом. А, кстати, хочу поблагодарить за донаты. Сейчас писал урок, опять пришли донаты. Большое вам спасибо. Лайки ставим. Подписываемся, колокольчик и так далее. И не забываем, что у нас теперь есть наш Discord сервер. Пока. Домашний не будет. Домашний не будет.